Здравствуйте! В студии Лента.ру Михаил Кожухов и Юрий Лоза, который взорвал интернет, раздав всем сестрам по серьгам. Почему, вам кажется, эта история стала вот такой громкой? Вы понимаете, в интернете существует определенная нужда. Вот такая нужда в информационных каких-то поводах, нужда в скандале и так далее. Люди хотят что-то публиковать. Вот я, когда попал только впервые в интернет, только стал пользователем, вошел в первую сеть. Я вдруг понял через неделю, что они все перепощивают одно и то же. Поэтому им всем нужно как-то заявлять о себе, напоминать о себе, и для этого нужно что-то публиковать. Ну, кстати говоря, говорили и про вас, что это был такой лихой акт бесплатного пиара. Ну, вот смотрите, идет передача. Мы в программе «Соль» с Прилепиным Захаром общаемся, о чем-то он меня спрашивает, я отвечаю. Причем здесь пиар. Я говорю какую-то фразу. Потом берет какой-нибудь там непорядочный журналистик, посмотрев эту программу и пытаясь сделать мне гадость, кастрирует мою фразу или дает вообще резюме моему этому. Лоза сказал, что Лозеппелин говно. Выбрасывает он такую фразу. Его орала вот этих его как бы подписчиков, его дружбанов, ее перепощивают, даже не пытаясь понять, что сказал, когда сказал, кому сказал, как сказал. Ребята, подождите секундочку. Да близко ничего этого в программе нет. Но он назвал тебя земляным червяком, а еще земляным червяком. И пошла эта цепочка. И мне звонят. Ты кто такой? С кем себя сравниваю? Да ни с кем я себя не сравниваю. Второй момент. Вот там просто в этой же передаче я беру двух гитаристов и сравниваю их. Я говорю, Ричи Блэкмор играет хорошо, а Кейт Ричард плохо. Если ты берешь эту фразу, выкидываешь оттуда Ричи Блэкмор и оставляешь последнюю. Моя фраза, Кейт Ричард играет плохо. Опять, ты с кем себя сравниваешь? Да ни с кем я. Двух гитаристов рядом поставил. Почему я не имею на это право? Объясните мне. Слушайте, там были и очень смешные комментарии, типа Джаггер с татуировкой лазы на груди. Правильно. Но были очень обидные. Например. Я не слышал ни одной обидной. Я слышал тупые выходки. Ну, Андрей Макаревич довольно жестко... Ну, Андрей Макаревич давно называют. Я писал об этом посты в свое время. Он сказал, что мои коллеги все стали глистами еще до того, как. Он давно себя как бы вывел за пределы всего нашего музыкального сообщества. Нет, но это я к тому, что у вас в телефоне не поубавилось контактов после... Да какая мне разница, что говорит там Андрей Макаревич. Но просто есть определенная грань, которую нельзя переходить. Допустим, нельзя переходить на личности, оскорбления, допустим, или обсуждать творчество друг друга. Поэтому, когда он говорит, кому-то нахер нужен, ну, извините, во-первых, это матом все-таки, ну, это грязно. Во-вторых, ну, не тебе судить, кому нужен. Ну, это же просто элементарно. Поэтому я могу о нем судить, допустим, с точки зрения как его высказываний каких-то по поводу чего-то. Могу с ними соглашаться или нет, но я оставляю за ним право иметь это мнение. А слушайте, я хотел, знаете, вам спросить. Ну, понятно, что сейчас вы там абсолютно ставившийся артист и смешно говорите о примерах для подражания. А в юности была какая-то точка отсчета? Не то, что вы хотели быть похожим, там, условно говоря, на Бернеса или Вертинского, но все равно же должен быть какой-то, ну, ноль в системе координат. Или не было? Мы очень сильно зависимы от своих учителей. Первый человек, который попался мне как учитель музыки, к счастью, был все-таки человек более эстрадного плана. Я начинал играть, когда шла борьба между семистрункой и шестистрункой. То есть дворовая, блатная, семиструнная вот эта вот эстетика и плюс уже гнусавая англичанность, которая поднималась оттуда из-за бугра, нахлынула. Вот мне попался учитель, который уже был в русле эстрадных каких-то поползновений. Саша Розенбаум попал в руки человека, который начал играть на семиструнке. Он до сих пор играет на семиструнном строе. И вот когда это попалось, вот эта вся волна, вот первые Битлз, допустим, Холлис, ну, мелодичные команды, которые соответствовали моему мелодичному строю души, минорной строю души русского человека, мы мыслим минорно. Кто вам казалось точка ноль? Ой, ну, сложно сказать. Опять же, целая плеяда музыкантов. Из наших? Из наших, безусловно, были какие-то, ну, тот же Магомаев, Абадзинский, это люди, которые пели. Вот мне всегда нравились люди, которые точно интонируют. У меня, ну, от природы, по счастью, даже неплохо достаточно слышу я. Поэтому люди, которые интонируют хорошо, вызывают у меня уважение. Допустим, я слышу, что человек интонирует плохо, и мне дискомфортно. Мой сын, и что дальше в этом? Допустим, вот он подходит ко мне и говорит, пап, выключи, давай не будешь слушать сегодня музыку. У меня вечером концерт. И я когда-то сначала думал, что это твой пендрёж какой-то, а он оперный баритон. А сейчас я понял уже, когда вот он, слышу его занятия с учениками, что он физиологически просто страдает от того, как поют эстрадные артисты. Да, понятно. У него, как бы мы, мы как люди, немножко обезьянки все, мы подражаем. Допустим, если вот на студии я что делал? Человек хочет спеть и не может. Я говорю, сядь, ставлю ему какую-то запись, а у меня тестовых там 500, допустим, каких-то фонограмм, которые я использую для сравнения. Подставить, сравнить, подставить. И вот я, допустим, беру человека, ну не тянет, я ему ставлю Альбана, допустим, какого-нибудь. Говорит, посиди, послушай просто. Он посидел, послушал, хоп, и взял ноту. Откуда взял? Почему? Потому что он скопировал, как бы, физиологически взял и скопировал. Гитарист сидит, но у него не выхиливается все. Ну, своя студия, знаете, практика большая. Ну, не может он сыграть и все. Я ему беру, там, до Пола Гилберта поставлю кусочек, говорю, посиди, послушай просто. Смотри, вот этот пассаж примерно вот так играется. Он посидел, посидел, пум, пальчики побежали. Откуда чего? Как же и сын? Он не может, если он послушал Ника Джагера, допустим, то он вечером не споет свою оперу. Слушайте, я читал один ваш пост, он был посвящен церемонии присуждения премии Грэмми. И там вы говорите, что, в общем-то, событие неважное, потому что это, по сути, не наша музыка. Абсолютно. Что вы имели в виду? Смотрите, вот, например, корни нашей музыки лежат, допустим, в русской народной музыке, она вся примерно одинаково выстроена. Она выстроена по отплачу идет, там, жалейка, вот мы слышали какие-то. В общем, там исходные составляющие нашей музыки, вот эти ингредиенты, из которых она складывалась, и плюс минорный строй души. Здесь мы берем, допустим, негритянскую основу. Это, в первую очередь, ритм. Неграм запрещали музицировать, поэтому единственное, что он мог себе позволить, это перевернуть коробку и начать по ней стучать. Опять же, это все связано с техникой, с инструментами. Нет инструмента, поэтому что? Негр нашел сломанную гитару, подставил ее к барабану, сделал банджо. И получился у него инструмент. Конечно, там он не может выстроить мензуру, там нет такого строя, какой подразумевал Бахтам или Бетховен. Темперированная клавера он не знает. Соответственно, ноты, которые он берет, они где-то рядом со штангой, с точки зрения хроматики. Они где-то посрединке между. Их потом называют блюзовым тоном, и белые начинают за ними тянуться, играть как черные. То есть начинается такая уже перетяжка такая. Ну, а Битлз и ваши любимые... Битлз играли абсолютно белую музыку. Роллингс, они все-таки белые. А вот теперь смотрите, вот Битлз играли белую музыку и играли ее чистенько все. А Роллингс Тонс, от того, что плохой слух у самих музыкантов, они тоже играли как негры, мимо, нот. Но сделали это фишкой. Понимаете, вот когда говорят, я говорю, что Кейт Ричард не может гитару настроить. Его упрекают об этом всю жизнь. А он даже придумал универсальный ответ такой. Я же знаю, все читал биографии. Он говорит, у меня гитара расстроена настолько, насколько мне это нужно. Понимаете? То есть вы находите себе оправдание. Я так пою, я так слышу. Я так подделываю из-под негров то, что я не попадаю в ноты. Понимаете? Послушайте, ну из этого следует странный вывод. А мне всегда казалось, что хорошая музыка не имеет национальности. Еще как имеет. А как быть с Моцартом? Моцарт европейский композитор. Он абсолютно национален. Возьмите любое, насколько я знаю Моцарта, мы берем Моцарта какие-то самые яркие его моменты. Там сороковая симфония, там или еще что-то. Ну хорошо. Если вы возьмете, давайте с Моцартом закончим. 80% Моцарта это самоповторы. Это говорят специалисты, а не я. Моцарта у него есть 20% оригинальных, очень красивых, гениальных произведений. Остальное он уже как бы сам себя. Россия не такой же. Самоцитирование называется. То есть мы нашли определенные приемы и ими пользуемся. То есть и Моцарту попало. Что такое национальность? Допустим, вот если возьмете индийскую музыку, она вся примерно одинаковая. Она индийская. Вы поймете это сразу. Почему? Потому что набор инструментов используемых диктует вам определенную манеру игры и определенную манеру мышления. Допустим, вот скажем, ситар как инструмент. В нем есть определенные ноты, которые неизменяемы. Соответственно, вам задали определенную тональность. Если вы возьмете, допустим, эта музыка абсолютно индийская будет. Почему? Потому что вы не можете от нее отойти. Она оригинальна. Вот мы смотрим там здорово, но ситар долго слушать ты не будешь. Через там Рави Шанкар, когда играл свои композиции, когда он там удивлял, на пятой минуте прослушивания я уже понимаю, что все ноты уже сыграны. До свидания, папа. Итак, значит, вывод. Лоза – это русская музыка, Битлз – это английская. Совершенно верно. Не встретятся им никогда. И почему нет? Битлз, как люди, которые очень быстро развивались и были в очень хороших руках Джорджа Мартина, они очень хорошо занимались самообразованием. Допустим, группа, которая жили сами по себе, они остались на том же уровне. Берем роллингов там 1963 года и роллингов 1993 года. Это одна и та же команда. Битлз видоизменились кардинально за пять лет. 1962 по 1967 год – это произошла революция в сознании. Альбом «Сержант Пеппер», допустим, это ничего общего не имеет с музыкой, которую они играли в Гамбурге. Это другие люди вообще, вообще по мышлению другие. Соответственно, впитывая в себя, они впитали и русскую музыку. Потому что некоторые интонации, они уже начали брать, им стало тесно в рамках заданного стиля. Вы уверены, что они слушали русскую музыку? Они слушали все, что угодно. Почитайте их воспоминания. Почему все-таки не удается нашим исполнителям вырваться на международные рынки? Тату – единственный успех. Весь мир их слушал. И где тату? А теперь расскажу я вам вот что. Это тема, которую я развиваю уже очень-очень давно. С чем мы туда пойдем? Скажем, Евровидение. 24 исполнителя, из них 22 поют на английском. Остальные поют на смешении английского и немножко имеют право добавить своего. Я не слышал, чтобы вы пели по-английски, но… Потому меня и никогда не будет там. Я не хочу делать так, как они заставляют меня петь. Неплохая певица, с моей точки зрения, Долина, пела по-английски, пела джаз. И все равно ничего. А потому что им они сами задают эти требования и по этим же требованиям нас рубят. Они говорят, что вы должны делать как мы, а потом нас же упрекают, потому что мы не самобытные, не интересные. Очень интересно в этом плане ведут себя итальянцы и французы. Итальянцы, допустим, не поют по-английски. Они говорят, ребята, ваше Евровидение слизано с нашего Сан-Рема. Хотите хорошей музыки, приезжайте к нам, послушайте. Они так себя поставили. Они убедили весь мир, что итальянская музыка самодостаточна и не является, скажем, какой-то придатком английской культуры. Есть другие примеры, например, Швеция, где… А шведы придаток английской культуры. Шведы не пробили ни одной своей песни на шведском языке. А итальянцы пробили все песни на итальянском. Понимаете, подача. Мы работать в этом направлении будем или не будем? Если мы заявляем, что у нас нет ничего… Вот смотрите, простой пример. В Монако, по-моему, раз в год чествовали артистов, продавших наибольшее количество пластинок в своей стране. Приезжает итальянская группа «Пух», они продали больше всех пластинок и поют по-итальянски. От нас приезжает, допустим, Кристина Арбакайте и поет песенку на английском языке, которую она не продала ни в одном экземпляре вообще. В этот год, в который она приехала как лучшая исполнительница, Михаил Круг забил всех песни «Владимирский централ» и всю нашу эстраду вместе взятую, допустим, он убрал количеством этим тиражом. Но он туда не поехал. Если бы туда приехал Михаил Круг, ничего бы не произошло. Тогда бы, что было бы… А я расскажу, что было бы. Они бы услышали Михаила Круга как некое явление, культурологический феномен. Как представители своей страны, они сказали, в России есть вот такая музыка. Она другая. Мы к ней можем относиться как угодно, но она самобытна. Ну кто только не пытался из ваших братьев, соперников прорываться на американский рынок. Никто не пытался прорываться с нашей самобытной музыкой. Когда туда приехал Погорька, он запел по-английски, пытаясь изображать из себя английскую группу. Кому нужны перепевки английских групп? Сейчас поедет туда, кто у нас, Лазарев поедет, пытаться объяснить ирландской домохозяйке, что он может петь как ирландский исполнитель. Она скажет, а нахрена ты мне нужен, дружок? У меня свой есть. Патрисия Касс приехала, я уже писал об этом тоже, приехала на конкурс, заняла 14 место и поехала в европейское турне. Она интересная, самобытная французская певица. В этот же год наш исполнитель занял первое место и поехал на гастроли в Тулу. Потому что он занял с английской песней, которая никому нахрен не нужна. Она не самобытна. Так что не так-то? Мы не пропагандируем, мы не пытаемся заявить миру, что у нас есть самобытная русская культура. Когда мы это заявляем, они это принимают на ура. Старенькая бабушка Сезария Эвора пела по всему миру для английской королевы. Она не гений, она самобытность. Мы не можем говорить, что такое гений. Она пела свои народные песни, как поют все бабушки в Каба-Верде. Но она гениально это делала. Она делала так, как поют все бабушки в Каба-Верде. Она делала это профессионально. Она пела песни, которые поют в Каба-Верде на своем собственном языке, не пытаясь ни под кого подстраиваться. И стала оригинальной самобытной. И вы не пытались ни под кого подстраиваться, но почему-то не стали Сезария Эвору. Да потому что Сезария Эвору продвигала определенная группа людей, заинтересованных в пропаганде своей музыки. А у нас сидят люди, не заинтересованные в этом. То есть это вопрос, это претензия государства? Кто из наших продюсеров предпринял хоть один шаг для популяризации русского искусства? Послушайте, мне кажется, что и Валерию пытались продавать. Она сама себя пытается продвинуть. Пытается. Ну, если сможет, да. Пригожий пытается продвинуть себя, но система им не помогает. А как она должна помочь? Как? Вся наша система должна быть. Ребята, давайте заявим о том, что у нас в России есть эстрада. Для этого на всех уровнях, пошли хотя бы на Евровидение парня с русской песней. Один раз за всю историю. Пусть он приедет, споет русскую песню. Пусть хотя бы он займет свое 20-е место, но люди слышат, елки-палки. Они, оказывается, умеют не только нас копировать, они еще свое что-то поют. Площадок для того, чтобы заявить о себе, вроде бы много. Там и «Фабрика звезд», и «Голос». А что-то... И вроде поют неплохо, а ничего из этого не получается. С чем ты можешь туда попасть? Как выходишь, включаешь концерт на День милиции, поколение пенсионеров, как были 20 лет назад, так и не это. Старые песни... Вы же спросите меня, я вам объясню. Потому что Арс, который делает... Арс, это фирма, которая проводит все эти концерты, имеет штат своих артистов. Зачем им брать артиста со стороны, если у них штат своих? Потому что если есть гениальный артист... Им навалять на это с глубокой горы, с высокой горы, им совершенно наплевать, что есть какой-то гениальный артист. Смотрите, что вам предлагают эти программы? Точь-в-точь, один в один, танцы со звездами, битва хоров с дельфинами. То есть это все покупные американские программы, европейские. Это неважно, покупные или нет. «Голос», «Фабрика звезд», это все куплено оттуда, и надо делать по их лекалам. Вы знаете, что прописано в «Голосе» расположение этих жюри? Что говорит жюри? Как себя вести в жюри? Где сидеть? И как реагировать на какие-то эти... Нет, не выдумывайте. Как реагировать не прописано. Прописано? Нет, не прописано. Да ладно вам болтать. Ну, я против... Я же вижу, как те реагируют, как эти реагируют. В ноль. Ну, это наше. Подражают. Никто это не прописывает. Ну, я считаю, что это прописано самим условием задачи. Может быть, это не прописано буквами, но прописано, значит, самим формой подачи. Так почему... Хорошо, бог с ним с голосом. Почему я не вижу нового Юрия Лазу? Почему я не вижу там... Какого нового Лазу? Лаза приходит с новой песней на радио, а ему говорят, зачем ты ее принес? Ты у нас в разделе ретро. Я говорю, как? У меня новая песня. А куда мы ее приткнем, он говорит. Ты мне принес опять свою нетленку эту. Я ее сейчас буду совать куда-то. Вы обижены или там рассержены на то, как устроят шоу-бизнес? Мужчинника, что он такое сказал? Я просто спрашиваю. За чушь собачка. Я сижу на откидном стульчике в хит-параде, и мне хорошо на нем удобно. Меня никто не трогает. Знаете, в каждом театре есть такой... В каждом зале есть такой откидной стульчик. Вот у меня за ряд центральный проход и вот этот откидной стульчик. Он без номера. Он такой... Садишься на него, у него спинка неудобная. Он такой, знаете, но на нем нет номера. На его никто не претендует. Вот они тусуются с первого ряда на последний, а я сижу на откидном стульчике, и мне хорошо. Неудобно. Всех денег не заработаешь. Я финансово страдаю так, как... Вы даже представьте себе, не можете. Меня никуда не зовут. Я не принадлежу никакому клану. Рокеры меня не зовут, потому что я про рокеров много чего плохого сказал. А я знаю, что такое рок изнутри, потому что я прошел всю эту школу. Попсовики не зовут, эти не зовут. Кланом я не принадлежу. Я сижу на своем стульчике, ну и, в общем-то, я нормальный российский пенсионер. Двенадцатый пенсии, и нормально. Трудно, наверное, на двенадцать тысяч. Ну, у меня есть определенно. Мне авторские идут за то, что мои песни все-таки кто-то поет, потому они все-таки мне приходят, эти авторские. Во-вторых, у меня свой радиоблог на радио, который я все-таки оплачивается по радиорасценкам, но, тем не менее, я делаю свои передачи. Плюс к этому у меня есть какие-то дополнительные формы заработка, как я где-то читаю лекции, кого-то консультирую, что-то делаю еще. То есть я веду такую большую-большую деятельность, вместе собираются прожиточный минимум, больше мне не надо. Я не пытаюсь затевать каких-то глобальных проектов, я не пытаюсь сейчас свернуть горы, и поэтому мне хватает... Довольствия все мало. Меня устраивает. Я прочитал тоже у вас же в блоге, что в 90-е годы вы написали программу «Улучшение нашей жизни». В 93-м году. В 93-м. А нет ли желания повторять опыт и написать такую программу сейчас? Меня звали в несколько политических больших объединений, даже партии. Я мог уже давным-давно быть в Думе. Так скажу, по секрету просто. Для всех опять по секрету. Когда я пришел к жене, поступило такое предложение. Когда формировались определенные политические движения, им понадобились медийные персонажи, не запятнанные никакими скандалами, имеющие определенные взгляды, которых слушают. Я говорю, поступили предложения очень многим. Кто-то принял эти предложения и сейчас уже являются медийным политиком. Кто-то не принял, я не принял. Жена говорит, ты оденешь сейчас стерый пиджак и сядешь голосовать согласно партийной дисциплине. К сожалению, вся самобытность и вся твоя независимость, вся эта будет порушена. Жена отговорила. Жена отговорила, да. Я понял, почему вы не пошли в Думу. Но, а вот если бы все-таки сегодня писали такую программу улучшения жизни, ну какие бы три первых пункта там были? Первый – обвязать силовиков социальным пакетом. Что, что сделано в Германии. То есть платить хорошую зарплату, пенсию? Нет, нет, нет. Социальный пакет – это немножко другое. Когда вы пытаетесь дать немецкому полицейскому взятку, он хватает вас за грудки и тащит полицейское участок и говорит, что его оскорбили в лучших чувствах. Не потому, что он не хочет получить деньги. Он очень не хочет вылететь из системы. Потому что система предоставляет ему определенный комплекс льгот. Зарплата немецкого полицейского, я как экономист говорю, такая же, как и зарплата музейного работника в его городе. Но социальный пакет – это машина, которую он получил, это квартира, в которой он живет социально, это клуб, куда он ходит, где у него скидки на пиво, где он болеет за свою команду, это секция каратэ, куда ходит его сын, это танцевальный кружок, куда ходит его дочь. Понятно, да. И так далее. Когда он вылетает за какой-то провинность из системы, он должен объяснить своей тёще, что у него не будет пластической операции, потому что в ведомственной клинике её выкинули. Второй пункт. Это первый пункт. Что бы я сделал сейчас? А второй пункт? Я бы сейчас второй пункт всё-таки, наверное, подумал, как немножко подровнять за счёт налогообложения, системы налогообложения, вот это немножко убрать разницу между бедными и богатыми. В Швеции она в семь раз, в Швейцарии, а у нас в 800, в тысячу раз. Если мы сейчас ни этим не займёмся в самое ближайшее время, то мы получаем социальный взрыв, который... И третье. И третье. Всё-таки вся наша культура должна сейчас подключиться к работе над изменением имиджа страны. Как это можно подключить Юрию Лозу к работе? Элементарно. Надо продвигать таких людей, как Юрий Лоза, людей самобытных, интересных, несущих какую-то культуру, и перестать, в конце концов, полностью всё тащить оттуда-сюда и пытаться создать здесь. Для этого, ребята, давайте всех творцов, создателей, конструкторов, писателей, поэтов сейчас сделаем медийными звёздами, чтобы авторитет их труда был очень высок. Чтобы не тот человек, который, допустим, вещает от имени Вечности, сыгравший, допустим, в сериале, с ним носятся все... Он попал в автокатастрофу в пьяном состоянии и стал медийным персонажем номер один. Человек взял, решил там какую-то теорему, и он никто. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!